Курск одним из первых в стране официально зарегистрировал все лесные владения. Теперь у каждого урочища есть свой документ с его размерами, породами деревьев и названием. Существует специальный отдел, который контролирует все крупные насаждения деревьев в городе. В городе Курске у нас городских лесов где-то 3077 гектар. В основном порода дуб это где-то 880 гектар. За ним где-то уже у нас сосна. Почему эти породы? Потому что они больше пользуются в народном хозяйстве, применением больше к нему. То есть дуб это понятно на доску, на строительство, сосна точно так же. В 19 веке, когда большинство жителей города занималось сельским хозяйством, а дома строили из древесины, лесов было конечно больше. Постепенно современные постройки вытесняли деревья из Курска. И где-то с середины 20 века общая картина приобрела законченный вид. Большинство лесов появилось искусственно. После войны куряне возводили не только разрушенные строения, но и поврежденные урочища. Урочищ у нас больше 25 в городе Курске. Самое такое, всем наверное знакомое, это урочище Солянка, оно у нас самое большое. Потом идет Шуклинка, Сухой Хмелевой, Крутой Лох, то есть Крутой памятник природы. Поповский Лох, Агрегатное, где мы сейчас с вами находимся, Толмачево болото. Ну и ближе к центру там Хохлов лес, Пасека, Гусиное болото. Урочище Агрегатное получило название соседней улицы в конце 60-х. Лес был посажен здесь для того, чтобы поглощать выбросы вредных химических веществ с завода АПЗ-20. Горелый лес сажали в 50-х годах прямо на огородах. Здесь растут преимущественно сосны. Некоторые из них самостоятельно дали новое потомство, хотя размножением деревьев, как правило, занимаются работники лесного хозяйства. Результат их труда можно увидеть в урочище Толмачево болото. Мы посадили здесь сосну с березой, то есть 6 рядов сосны и 4 ряда березы. Для чего это было сделано? Во-первых, сосна у нас очень сильно ухудшает почву. А береза уже своими листьями, своя корневая система, она улучшает почву. И получается, они друг другу дополняют. Урочище тоже сажали после войны, так что этим соснам уже более 60 лет. В 2006 году пожаром здесь был полностью уничтожен участок в несколько гектаров. Его полностью заменили новыми деревьями. В чередовании хвойных деревьев с мягколиственными обусловлено и мерами пожарной безопасности. Еще один способ предосторожности – минеральные полосы. Это длинные траншеи между деревьями, в которых ничего не растет. В обязанности нашего комитета входят в основном профилактические работы, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесу. Одним из видов этих работ является выборочная санитарная рубка. То есть в лесу выбирается сухостой, валежник, сухие, упавшие деревья, зависшие, больные. Территория городских лесов равномерно поделена на квадраты, в котором каждая сторона равняется одному километру. За каждым участком закреплен специалист из отдела лесного хозяйства. Такого понятия, как лесник и лесничий, уже не существует. В обязанности обходщиков входит не только ежедневное посещение своей территории, но и борьба с незаконной вырубкой леса. Неосторожный взмах топора сейчас может обойтись очень дорого. Самый большой урон городским урочищам наносят пожары. 2012 год в этом плане оказался благоприятным, обошлось без больших потерь. 16 сентября работники лесного хозяйства будут отмечать профессиональный праздник. В очередной раз торжество пройдет прямо на рабочем месте, где-нибудь в лесу.